Комбат У мертвых расцвели голубые цветы. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, Подымались в атаку и рвали над бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. Говорят, что Малышуков много войск положил под Москвой. Много. Почему? Потому что вот то и требовал то, и требовал то, и требовал то. Я говорю, ну и что? Требовал то, значит обстановку заставлял. Если бы он не требовал, значит Москва полетела бы и сгорела бы, как при французах. Говорят, под Москвой надо было потихонечку, тихо, тихо. А что там сделали такого сверхъестественного? Там только единственное принято было решение и сколько сил нужно было, столько привлекли к действию. Ну немцев разгромили там, разбили и нос натерли так, что он до последнего дня войны не мог опомниться от московской операции. Взрыв 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 Я говорю, ну как, сверху, отлично. А это правда, говоришь? Я говорю, конечно, правда. Я сколько уже нахожусь, минометчиков. Отлично, сверху. Вот такая цель. Надо поразить сейчас ее. Я говорю, товарищ командир, я не могу. А это цель та, которую начальник Катвери дал мне, эту цель. И никому не разглашать до того времени, пока он не скажет убить эту цель. А он ее на эту цель называет. Я говорю, я, товарищ командир, это чья цель? Моя. Давай уничтожать сейчас. Товарищ командир, не могу я. Почему? Меня начальник артиллерии расстреляет и под сюда даст. Да кто старший? Как начальник артиллерии в воене сказал? Я говорю, капитан. Да кто старший, я или капитан? Я говорю, вы старший. Так вы-то не будете, капитан меня расстреляет. Так? А я могу вас защитить? Я говорю, если захотите, конечно, можно. Так? Начинаем бой. Уничтожать бендаш. А там бендаш, значит, это штаб фактически, фронтовой штаб. Там было все сборища немцев. И как раз они чувствовали, что сегодня ночью будет наступление. Где Жуков, они узнали, когда Жуков прибыл, будет наступление. И вот в это время, ну что, я даю команду, расчет к бою. Бегалом тремя минами по блиндажу, фугасными бомбами, то есть минами огонь. В целом, как снайпер. В один бендаш подшли в одну точку. Из бендаша людей поселили. Много, ни одного человека там не вышло оттуда. Бендаш горит. Значит, командующий, построили батарею. Построили батарею, доложил, сали. Вот так. Вадит Антар, что у вас есть из наград? Медаль с боевых рук за тваги. Давай за твагу мне. Выдал за твагу. Тут я вручил мне. Прямо напереду вручил за уничтожение данного блинажа. Вручил медаль за твагу. Вот первая новатория. Вручил медаль за твагу. Война есть война. Это работа. Тяжелая, тяжелая работа. Тем более для командира, для офицера 40 с лишним солдат, да, разных возрастов. И нужно всех держать в кулаке. В смысле всех знать хорошо, всеми уметь управлять, правильно давать команды. Это тоже не так просто. Хорошие, которые и требуют, делают, и в то же время милуют, прощают. Он знал, что мы сделаем, если, вот, например, не евши, не спавши, еле ноги тащишь, а еще сырой снег. Ну, дошли, все работает. Аппарат вот висит так, то есть, эта трубка, аппарат с этой стороны или с какой-то, а тут оружие. Тут два фрица, здоровые, этот вот, убитые. Давай-ка отдохнем, называй по имени этого, связист. Давай. Взяли, да он уснул, и я. И нас стали искать, и с той стороны звонят, нет, и с этой. И вот, пошли искать по линии. и приходят, видят, спать, оружие у нас отобрали, и давай пинать, еле мы проснулись. Но знали, что-то мы стоили, за это штрафная рота. Вот. А не то, что вот это надо было покормить. А как кормить, когда линия не работает? Связь должна прежде всего работать. Ну хорошо, нас бы отправили в штрафную роту, а кто остался? Вот этот вопрос. А новичок придет, он ничего не знает. Вот за это, и он добрый, он и требовательный, и так далее. В то же время, а разве не виноваты, мы не ели трое суток. И не спали, главное, главное не спали, есть еще можно. А вот главное, когда не спишь, а когда переходишь на этот вот, ночью иногда бывает, на ходу убейте спать. А я умею, вот это, встать бы сейчас, показал, как это на ходу спать. Идешь, спишь на ходу, и высыпаешься. Ямка попадется, ой, господи, выспался, и сразу бодро. Голова чуть не отлетит. И дальше опять. Приказ Сталина, значит, выполняем сталинский закон, все. А там командиры, так, приказал, выполняй. Не выполнил, пулю получил, все. На фронте там все это не могут разговаривать. Там тебе, особенно, когда идешь боем, так, командира здания не выполнил, он тебе тут же пристрелил, так, и никто не спросит, что ты погиб еще. Боют там и так. Пошли в атаку, пошли в наступление. Да там же пристрелить любого, на каждом углу можно. Если ты уж так обижен, или что-то такое у тебя. Ведь там же не то, что сейчас. Кругом охрана, бродь, и охрана, и все такое, не подходи, не ходи. Война есть война. Да кто мне там указчик? Мне ненавистен этот товарищ, я его могу пристрелить в любое время. В любое время, и днем, и ночью. Но ведь были командиры, вот я вам скажу, я только приехал на пополнение лейтенантом уже. Вот, и утром я видел в палатках один офицер, солдаты, на физзарядку надо, и, ну, не всем хочется рано соскакивать, добежать. Значит, нашел, проверял, тяжелый по батальону, наверное, и солдата вывел, и как под коленком, под зад ему дал, и тот полетел. Ну, кто такого будет любить? И есть матюжники, матом, у него на втором слове мат. Говорит, вот требовательный офицер, матом ругается, это значит требователь. А это таких не любят как раз. А вот таких, которые не ругаются, на заботу про тех, и слушают тех, подчиняются, сознательно, так сказать. Но, что такие были разные, это точно. Для нашего брата дурных приказов не бывало. Почему? Потому что мы люди военные, и говорим, если меня поставили начальником, начальником, и считают, что я способен выполнять поставленные задачи и командовать кем-то и чем-то, то я всегда смотрел на это дело так, как положено. Поставили, поставили, он командует, значит, выполняй ты, я командую, выполняй, его заставляй выполнять ты. Ну, а там правильный приказ, неправильный приказ, да кто об этом думал, когда? Вот замаскировали все, не шевелится ничего, кукурузное поле, впереди, и справа, и спереди фашисты, а тут деревня, а справа, вот как раз, что-то пулемет бьет, и бьет, и бьет, а ну-ка, любопытно, и без разрешения взял, и залез на чердак, этот дом, а у нас карабины, карабины, это та же винтовка, только чуть ствол короче, патроны те же самые, и так же стреляют. Вижу, этот вот, немец бьет, наши только поднимется, он их уложит, а давай, что будет, и выпустил пять патронов, и замолк пулемет. Вот это и есть как раз штрафная рота, нарушение дисциплины, вот я в этом сам вижу, ну а иначе не мог поступить, иначе там десятки, а может и сотни, моих же таких товарищей погибло бы. Опора была на стариков, кто прошел войну, или жизненный опыт имел, они, если что, придешь, обратись к нему, спросишь, что да как, вот так вот. Вот. И молодые, молодые солдаты, он может идти в атаку, кричать, мама, но будет идти, а кто старше солдат, 30-40 лет, те уже чувствовали, война окончается, надо живым остаться. Если уж говорить так, я учил солдат, а солдаты меня учили, потому что я попал к людям, которые уже в ноги были обстреляны, был у меня взвода из Смоленской области, ему где-то было 42-43 года, бывший председатель колхоза, вот, человек, который воевал, старший сержант, вот, ну, если попросту говорить, он так, одергил меня, вот, значит, а у меня хватало все-таки ума их слушать, у солдат, вот, и он так говорил, они меня не называли, младший лейтенант, они же хитрые солдаты, они, меня до свадеб, а мне приятно, вот, глаз, как-ликак, пистолет, погода офицерская, вот, они, лейтенант, вот, начальщики, они, конечно, как положено обращались, а так, лейтенант, вот, ты не спеши, ты скажи, есть, вот, ну, не спеши делать, вот, потому что мог отдать сгоряча, забыть, вот, а ты вот нас слушай, ну, у меня хватало от ума их слушать, вот, и я скажу, что этого достаточно было для того, чтобы их сохранить, и самому не попасть, во всяком случае, мой последний бой в Берлине, был потерей вот меня, и его, к сожалению, мы попали под фаус, патрон, вот, 24 апреля, 45-го года, на исходе войны, вот, воевать было, конечно, уже трудно, почему, потому что чувствовалось, что конец войны, поднимать людей в атаку было тяжело, вот, потому что они смотрели, как офицер ведет, а я по уставу должен быть, находиться за своим подразделением, но практически это нельзя было бы, почему, потому что самый молодой был еще офицер, вот, что же, если я боюсь, куда же они пойдут, а в армию принцип один, делай, как я, я делаю, значит, солдаты делают, я не делаю, и они не делают, вот. Субтитры создавал DimaTorzok командовал фронтом уже Еременко, это герой был Севастопольской обороны, потом командовал отдельной армией, там же в Севастополе, и потом его назначили командующим вторым Прибалтийским фронтом, и прежде чем заступить командующим фронтом, он организовал он организовал 30 километров от переднего края, точно такую же оборону, как у немцев, построил все, блиндажи, золотые, траншеи, укрепления, огневые точки, то, что было известно. И вот он туда, значит, батальоны, которые должны были участвовать первые в атаках, он туда их обязательно привозил и делал, с ними, ну, такое учение проводил. Батальон вечером прибывал, а утром этот батальон, значит, уже шел в атаку на мнимую эту оборону, которая была сделана. И вот он провел первое учение, но первый батальон все-таки провел тренировку, уже имел опыт. А перед учениями он собрал нас. А я был командиром сводного дивизиона, дивизиона было, дивизиона не 3, а 5 батареи было. И сказал, вот ты, капитан, если убьешь хоть одного пехотинца или ранишь, будешь старшим лейтенантом. А ты, подполковник командующей артилии, будешь майором, если позволишь это сделать. Он строгий, он с палочкой ходил, хромой, после ранения, он ужасно жестокий был человек такой по своей натуре. Да я ни одного командующего не знаю, который был бы такой мягкосердечный. И вот прошли эти первые учения, удачные прошли учения. Он там многих солдат сразу же награждал медалями. И все. Второе учение без всякой тренировки. Ну, какое, разве без тренировки можно было. Солдаты только из боя пришли с переднего края, не обученные. И он, как командира батальона, начал лупить палкой и повторные учения. Повторные уже более-менее пришли. И вот так он 19 батальонов пропустил. И 19 дней я там пробыл. пробыл. Ну, вот-вот наступление. Днем командующий артиллерии, значит, через штаб полка звонит мне, что тебя командующий фронтом вызывают срочно к тебе. Ну, а были два раненых. Думаю, ну, все, значит, вместо капитана было старшим глинантом. Вот он провел совещание, значит, так. Ну, и говорит, ну, вот, молодцы, блестяще справились со своей задачей. И вот тебе майор и достает погоны и мне, значит, их. Но прежде, чем приклеить звездочку майорскую, он опустил их в полстакана водки и говорит, вот теперь пей. А я вообще не пил. Вот не пил на фронте, я вообще не пил. И вот я выпил эти полстакана, я, конечно, пьяный был. Он мне наклеил эти, значит, звездочки и одел эти погоны сам лично. и я, конечно, КОНЕЦ КОНЕЦ